МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На строительство здания потратили 6 миллионов рублей. В ФАПе несколько кабинетов, в том числе процедурные. Пластиковые окна, широкие дверные проемы для людей с ограниченными возможностями, комфортный туалет. А в будущем на базе пункта будет работать аптека. У нас в втором ФАПе ни туалета не было. Отопление у нас тоже, как котел у нас был. Но плохо отапливал котел, конечно, холодно было. Здесь, наверное, я надеюсь, что будет очень тепло. И для жильцов будет очень хорошо. Но вот все-таки здесь и туалет есть. И то, что, как полагается, быть ФАП, такой должен быть ФАП. Вот сейчас построили в данный момент. Большие планы по строительству и ремонту ФАПа в целом по региону. Так, в этом году медпункты открылись в селе Крутая Руляновского района, Средний Сантимир Новомалокринского района. Улучшение сети сельских медпунктов – это и часть национального проекта здравоохранения. 62 ФАП сейчас требуют ремонта разной степени сложности. И мы это делаем примерно темпами от 5 до, в планах у нас, до 10 ФАПов ежегодно. Пока получалось от 4 до 6 ФАП сдавать ежегодно. На этот год запланировано 6. Из них 2 по линии нацпроекта, первичная медико-санитарная помощь, и 4 ФАПа по линии программы, такая есть программа развития сельских территорий. По информации Министерства здравоохранения, за последние два года в селах построено 16 новых модульных ФАПов, закуплено 2 передвижных фельдшерско-акушерских пункта в Никольскую и Базарно-Сызганскую больницы. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok